Бодро на своих двоих. Алексей Армизонов поднимается на третий этаж в травматологическое отделение, чтобы сказать спасибо медикам. Это они буквально поставили на ноги пациента. Месяц назад мужчина поступил в стационар после нападения Алабая. Как вы себя чувствуете, как восстановилась функция конечности? Ну, они менее еще есть. Чувствуется, естественно, болит, тянет мышцы. Но по сравнению с тем, что было месяц назад, конечно, земля и небо. Трагедия произошла в малых веземах. Алексей ехал на велосипеде. Компанию детей и женщин с Алабаем на всякий случай решил пропустить вперед. Те заверили, огромную собаку удержат. Ничего страшного не произойдет. Она остановилась, женщина, которая собаку удержала. Типа, проходи. Ну, я проехал. Она слышу крики сзади, собака несется. Вот, я пытался спрыгнуть с велосипеда. В этот момент она в ногу мне вцепилась, ну, потерзала чуть-чуть. Чуть-чуть, это мягко сказано. Пациент поступил в больницу с многочисленными ранами ноги. Два с половиной часа в операционной, девять дней на больничной койке. Сейчас уже можно констатировать, травматолог Звенигородской больницы Павел Петров выполнил ювелирную работу успешно. Рана очень сильно микробно загрязнена была. Вот удалось большим количеством антисептикам отмыть рану. Рискнули и зашили рану послойно и назначили мощную антибиотикопрофилактику, скажем так. И раны все зажили первичным натяжением. Сейчас, говоря языком медиков, спустя почти месяц после операции стадия красного рубца. Со временем он побелеет и, скорее всего, станет почти незаметным. Опорная функция ноги уже восстановлена. Есть какие-то, естественно, нарушения чувствительности, но при таких повреждениях очень сложно надеяться, что не будет никаких последствий. А вот будут ли последствия для владельцев Алабая – вопрос открытый. Вместо оказания помощи на месте происшествия они предложили Алексею деньги. К слову, мужчина не первый пострадавший. По словам жителя Малых Везем, на днях грозный пес загрыз собаку. Эта собака уже один раз нападала на меня, на мою собаку. То есть она не на меня, на собаку. Я шел жену встречать. С электрички мимо этого дома проходил. Ворота были открыты. Она выскочила. Со спины опять же я просто не ожидал. И накинулась на мою собаку. У меня хаски белые, лохматые довольно-таки. То есть было нападение. Медики рекомендуют при укусах собаки немедленно обращаться в больницу. Важно вовремя не только обработать раны, но и сделать прививку от бешенства. Первое, что надо сделать дома, если там нет продолжающегося агрессивного кровотечения, помыть рану мыльным раствором. Как бы не было это парадоксально. Наложить асептическую повязку и быстро ехать в больницу. Я бы так посоветовал делать всем. Потому что это природный занос. Все теплокровные животные, даже хомячок, который куплен в зоомагазине, может быть источником бешенства. А тем временем жители Малых Везем продолжают гулять по деревенским улицам в страхе. Владельцы Алабая на происходящее никак не реагируют. Значит, эта трагедия может не стать последней. Пострадавшие написали заявление в полицию и надеются, что правоохранительные органы смогут поставить точку в этой истории. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.